Семья покупает попугая, а он один. Спрашивают, а почему его не берут? А он в публичном доме жил. Покупаем. Дома дочка сняла с него накидку. Попугай говорит, смотри, у нас девочки новые. Забегает жена попугай снова. Ничего себе, и мамочка поменялась. На мат забегает отец. Опа, а клиенты-то старые стали, Серега? Учитель спрашивает у учеников. Дети, скажите, сколько будет 7 у 7? Ну скажи, Вовочка. Я не слышу, Иван Сергеевич. Учитель подходит к Вове поближе и спрашивает. Сколько будет 7 у 7? Не слышу, Иван Сергеевич. Врешь? А ну давай поменяемся местами. Вовочка заходит за учительский стол и спрашивает. Иван Сергеевич, когда вы перестанете ходить к моей маме? Ты смотри, в самом деле не слышно на этой парте. Жена празднует юбилей. Тост мужа. Я хочу выпить не за твои 50, когда ты кислая как щи. Не за твои 40, когда ты была крепкая как коньяк. Не за твои 30, когда ты была игривая как шампанское. Я пью за твои 20, когда ты была сочная как персик. Жена улыбнулась и произнесла. Я пью не за свои 20, когда я была сочная как персик. Но тебе доставалась надкусанная. Не за свои 30, когда была игривая как шампанское. И тебе доставалась только пена. И не за свои 40, когда я была крепкая как коньяк. И ты распивал его на двоих. Я пью за свои 50, когда я кислая как щи. И ты рад бы похлебать да нечем. Я сказал татуировщику сразу, что я натура тонкая, характер изменчивый. Поэтому мне нужно что-то особенное. Мы несколько часов перебирали варианты, обсуждали нюансы, спорили. Так и что в итоге он тебя набил? Морду! А против тебя в автобусе сидит девушка с пятым размером груди. Начинаешь понимать, какая это прелесть нашей разбитой дороги. Вы не знаете, почему Рабинович живет такой роскоши? Из-за недостатка. Из-за недостатка чего? Из-за недостатка доказательств. Почему кто не курит и не пьет, и женщинами не ни, тот доживает до глубокой старости? Потому что если человек дурак, то это надолго.